Переходим теперь к варианту нашей задачи, в которой повторения запрещены. Итак, что же нам делать, если повторять предметы нельзя? Ну, во-первых, давайте осознаем, мы уже вскользь это упомянули, что наша рекуррентная формула тогда предыдущая не работает. То есть мы с вами рассуждали вот как. Давайте вытащим этот предмет из текущего рюкзака, посмотрим, ну тогда вместимость рюкзака на WIT уменьшится, возьмем оптимальное заполнение, ну и просто добавим IT-предмет. Но если повторения запрещены, мы так делать не можем, потому что, возможно, оптимальное заполнение вот этого с вытащенным предметом рюкзака уже используют IT-предмет. И когда мы его добавим, получится запрещенная конфигурация, получится, что IT-предмет мы использовали два раза. Поэтому нужно что-то изобретать. Ну, как правило, вот определение под задачи это такой творческий процесс, то есть нужно как-то немножко поэкспериментировать, и в частности то, чем мы сейчас занимаемся, это набиваем немного руку. То есть все под задачи обычно я достаю прямо из кармана и чудесным образом все работает. Когда вы будете решать задачи, то все будет чуть-чуть сложнее. Но в целом обычно может сработать что-то такое. В нашей задаче вот есть два параметра у рюкзака. Это его вместимость и то, какие предметы мы в него запихиваем. Первое, ну вот мы попытались ограничить первый параметр, вместимость, ну и у нас получилась отличная такая под задача, с помощью которой мы решили рюкзак с повторениями. Теперь давайте попытаемся ограничить еще и предметы, которые мы в него складываем. И получим вот такую под задачу. Она будет теперь проиндексирована двумя параметрами, W и E. Тогда такая задача, мы хотим, задача с параметрами W и E, это способ оптимально заполнить рюкзак вместимостью W, при том, что нам разрешается использовать только предметы с номерами от одного до E. Вот так вот ограничили и то, и другое. Вот чудесным образом оказывается, что когда задачу мы таким образом определили, то рекуррентное соотношение становится даже еще и проще. Чтобы его записать, давайте подумаем, как же нам заполнять оптимальным способом рюкзак вместимостью W, используя только первые E-предметы. Ну тут есть, вот мы обычно смотрим там, не знаю, на последний элемент возрастающей последовательности или на последний столбец, давайте посмотрим на этот самый последний предмет, E-тый, который вообще нам можно использовать. Ну есть два варианта, либо он используется в оптимальном заполнении, либо нет. Если он не используется в оптимальном заполнении, тогда D от W, E, это вообще-то то же самое, что D от W и минус 1. То есть то же самое, что оптимально заполнить предметами от 1 до E минус 1, раз уж мы знаем, что E-тый не используется. С другой стороны, если он используется, то если его вытащить, то то, что получится, это будет оптимальное заполнение рюкзака, у которого вместимость W минус W и E, используется там только предметы с номерами от 1 до E минус 1, ну и поскольку у нас этот предмет добавлен, то мы, конечно, за него еще получаем стоимость C и E. Мы не знаем, используется он или нет, поэтому мы просто из этих двух ситуаций выбираем максимум. Мы хотим максимизировать стоимость. Вот это и есть самое главное, на чем будет базироваться сейчас наш алгоритм. Давайте из этой формулы сделаем алгоритм. Вот так выглядит алгоритм. Как называется он, Napsack without Repetition, с bottom-up. Рюкзак без повторений. Заполняем мы таблицу снизу вверх. Динамическое программирование снизу вверх. Идем от более простых задач к более сложным. На вход нам дали вместимость рюкзака, N весов, N стоимостей. Мы создали двумерную таблицу, проиндексированную от 0 до W, от 0 до N. Сначала у нас инициализация, как обычно. Если для всех W от 0 до W большого, если нам не разрешено использовать ни один предмет, тогда, конечно же, стоимость у нас будет 0. Нам вообще ничего нельзя класть. С другой стороны, если вместимость рюкзака это 0, то сколько бы мы предметов не использовали, мы говорим, что оптимальная стоимость это будет 0. Теперь мы идем и решаем наши задачи. Давайте поймем, давайте еще раз вспомним, от чего у нас зависит D от I дубль В. Мы его вычисляли через, давайте так прямо и напишем, через D от... А, мы писали, прошу прощения, D от W дубль I. Оно у нас зависит от D дубль В и минус 1 и от D дубль В минус W и Т и И минус 1. То есть, в тот момент, когда мы вычисляем D дубль В и, нам важно, чтобы было вычислено и вот это, уже и вот это. То есть, таким образом, естественно, постепенно наращивать И. В тот момент, когда мы вычисляем значение D дубль В и, нам надо, чтобы были вычислены два значения, уже у которых второй параметр это И минус 1. Поэтому давайте постепенно у нас внешний цикл будет наращивать И. Ну и здесь видно, что мы от W обращаемся к, ну, либо к тому же W и минус 1, либо к... Ну, уже не так важно. То есть, W просто давайте увеличивать от единицы до W большого. Итак, у нас внешний цикл идет по И. Мы идем переменной И от единицы до N. Внутри идет цикл. Просто наращиваем постепенно W, вместимость рюкзака. Первое, что мы говорим, что, конечно же, можно весь рюкзак вместимостью W и первыми и предметами заполнить, ну, просто так же, как мы бы его заполнили первыми и минус одним предметом. Уж такое заполнение у нас точно есть, и оно всем ограничениям удовлетворяет. В нем используются только предметы с номерами от 1 до И минус 1, то есть явно только разрешенные предметы, ну, и вместимость W. А дальше мы смотрим, если наш предмет, вообще текущий И помещается в рюкзак, в текущий вместимость W, то мы пытаемся посмотреть, а что же будет, если мы его вытащим и рассмотрим оптимальное заполнение вот оставшегося, рюкзака оставшегося вместимости и минус одним, первыми и минус одним предметом. Ну, и, соответственно, добавим, если значение, которое при этом получается больше, чем наше текущее значение, то мы его обновляем. Ну, в итоге заполняем такую таблицу, в самом конце возвращаем результат, который написан, ну, то есть для рюкзака вместимостью W, это наша исходная вместимость, для которого разрешается использовать все предметы. Это и есть наш ответ. Время работы алгоритма, это все то же самое, N умножить на W, ну, опять же, по тем же причинам, здесь два вложенных цикла, вот цикл, который N итерация имеет, вот цикл, который W итерация имеет. Все, что внутри, это константное время, то, что до этого, это, ну, какое-то время, там, вот это W, время занимает O, большое, это время N, то есть явно меньше, чем N умножить на W. Отлично, написали алгоритм, самое время посмотреть, например, пример, еще раз для рюкзака без повторений, все те же наши предметы, 4 штуки, весов 6, 3, 4, 2, стоимости 30, 14, 16 и 9, ну, вот здесь просто показана уже заполненная таблица. Вот здесь N у нас пробегает от 0 до 4, здесь W, наш параметр от 0 до 10, потому что вместимость нашего рюкзака это 10. На этом примере мы с вами даже просто покажем, мы не стали показывать, как заполняется таблица, ну, это несложно сделать и самому, а на примере давайте проиллюстрируем то, как восстанавливать решение. Пока что мы узнали только, что вот 46 это оптимальное заполнение, но нам бы надо еще научиться как-то выдавать само оптимальное заполнение рюкзака. Итак, ну давайте действовать так же, как мы действовали с максимальной возрастающей подпоследовательностью и как с расстоянием редактирования. В общем, вот давайте понимать по этой таблице, как именно реализовалось это число 46. Ну как, оно вычислялось, что такое 46? Это оптимальный способ заполнить рюкзак объема 10 предметами от 1 до 4. Мы говорили, что либо 4 предмет используется, либо 4 предмет не используется. То есть вот число 46 зависело от вот этих двух чисел. То есть либо это то же самое, что заполнить оптимальным способом рюкзак объема 10 первыми тремя предметами, и тогда мы ничего не получаем, ну то есть потому что мы не используем четвертый предмет. Либо мы получаем, то есть мы заполняем сначала рюкзак объема 8 и добавляем к нему вот этот вот четвертый предмет. Вот сюда, тогда как раз получается у нас рюкзак объема 10, но к 30 прибавилось бы всего 9 рублей, то есть было бы 39. Соответственно, минимум, ой, максимум реализовался вот на этой клеточке. Значит, четвертый предмет у нас просто не использовался. Ну и мы передвигаемся вот в эту клеточку 46 и смотрим, на чем она реализовалась. Она была реализована как максимум из вот этой клеточки, а эта клеточка говорит нам, что можно рюкзак объема 7 заполнить первыми двумя предметами, и к ним, например, можно добавить третий предмет, это увеличит... Второй предмет, прошу прощения, увеличит объем, ну или вес на 3, то есть как раз из 7 получим 10, ну а стоимость из 30 станет равна 46. Вот, ну либо можно было бы не использовать его, но тогда у нас получилось бы всего 44 стоимость. Соответственно, реализовалась вот так вот добавление третьего предмета, ну поэтому мы написали, что третий предмет, да, мы берем и передвигаемся в эту клеточку 30. Она опять-таки зависит вот от клеточки, вот от клеточки 30, то либо мы не берем какой там второй предмет, либо берем второй предмет. Вот, если взять второй предмет, то получилось бы всего 14 рублей. Если не брать, вот то здесь говорится, то будет 30 рублей. Ну, значит, второй не взяли. Ну и, наконец, первый предмет получилось, что взяли. Ну вот так вот опять там справа налево восстановили все решение. Работать это будет за время, за время H1N всего лишь, поскольку мы каждый раз продвигаемся по таблице наверх. То есть мы идем вот отсюда и все время, ну, просто смотрим через какие, смотрим на две ситуации и выбираем ту, на какой реализовался соответствующий максимум. Мы все время поднимаемся наверх. То есть за H1N ответ восстановим. Восстановим.